Добрый вечер, Славутич. Сегодня у нас в гостях новый человек, новый человек в команде коммунальщиков. Насколько я знаю, Сергей Михайлович раньше работал в Чернигове. Так, Сергей Михайлович? Здравствуйте. Да, имея опыт работы в коммунальной сфере, являлся директором управляющей компании, которая занималась обслуживанием 95 многоэтажных домов города Чернигово. Конкретно микрорайон Шерстянка, Дусовка. После этого занимался управлением лифтовой службой города Чернигово, то есть это то в центр лифт. Мы обслуживали 1200 лифтов, поэтому коммунальную службу знаком. Хорошо, вот у вас как бы свежий взгляд сейчас, может быть, нам и нашим коммунальщикам он как-то приелся. Вот с вашей точки зрения, вот такой вот короткий анализ, свежий взгляд на коммунальные службы нашего города. Находятся на достаточно высоком уровне. Я не скажу, что то-то что-то запущено. Существуют технологические карты, все выполняется согласно закона про надание житло коммунальных послуг. Но есть моменты, и моменты эти связаны, скорее всего, с координацией между коммунальной службой и населением. То есть хотелось бы, чтобы она осуществлялась не напрямую, то есть как это происходит сейчас. Человеку нужно дозвониться мастеру или какому-то конкретному специалисту. Хотелось бы взять модель Чернигова, там есть чему поучиться. Колл-центр. Мы предлагаем сейчас внедрить программу взаимодействия непосредственно на базе Черниговского колл-центра. То есть это не Черниговский колл-центр, а это образец Черниговского? Образец. Который будет сделать здесь. Предложение, которое мы хотим сделать здесь, мы обсудили с Юрием Кирилловичем это, программу, по сути, предложили на рассмотрение сейчас, и сейчас идет этот процесс. То есть у нас будет новый колл-центр, ну, когда он начнет работать, тогда мы уже, жители города, ознакомимся с системой работы. Колл-центр будет старый, скорее он будет работать по-новому. А, по-новому работаю. А в чем заключается новая работа? Функция колл-центра не просто принять заявку, а проинформировать о ее выполнении, установить срок ее выполнения. То есть в этой программе коммунальная структура ставит себе задачу, время реакции на определенную заявку, соответственно, качество выполнения этой работы. И она заявку не снимает, пока не будет? Совершенно верно. То есть, мало того, жители смогут таким образом через единую систему колл-центра управлять практически всеми службами. Они смогут дать реальную оценку уборке, вывозу мусора, на дню там горячей воды, отоплению и все остальное. То есть это все будет стекаться в одну точку и оттуда будет расходиться как бы дальше по коммунальным службам. Я понял, работа колл-центра вы налаживаете. Что еще вы постараетесь делать, ну, поверхностно хотя бы, или общие черты в работе жилищно-коммунального центра? Ну, на сегодняшний день хочу внедрить механизированную уборку придомовых территорий. Механизированную, так ты же сам технику закупал? Ну, на самом деле, понимаете, есть так называемая малая механизация. То есть какие-то бензощетки, еще что-то, еще что-то. То есть мы рассматриваем вот приобретение в определенном объеме необходимом, как раз-таки вот для таких ситуаций, как было морожение, чтобы использовать не руки, а чтобы был механический аппарат, который сможет разбивать этот лед. И чтобы людям, славутичанам было достаточно комфортно перемещаться в городе. Второе, над чем мы сейчас работаем, это, опять же, модернизация лифтов. То есть мы знаем, что у нас на сегодняшний день 74 лифта. Да, у нас в случае проблемы с лифтами. Они исчерпали граничный срок эксплуатации свой. Имеется опыт выполнения модернизации, продления права эксплуатации на 18 лет. То есть если мы говорим о проведении каких-то мелких ремонтов, они не являются экономически эффективными, с моей точки зрения, поскольку стоимость ремонта в районе 180 тысяч, и мы получаем эксплуатацию 4 года. То есть если разделить 180 на 4, это достаточно приличная сумма. Да, модернизация стоит дороже, это порядка максимально 450 тысяч. Но мы получаем отисовскую конструкцию, то есть отисовский лифт весь, это станция управления, это лебедки новые, это купе-кабины новые. И получаем право эксплуатации на 18 лет. Если разделить 450 на 18, то мы получим выигрыш порядка 15-20 тысяч в месяц. И программа финансирования 70 на 30. Опять же, она прописана, она подана в исполком, и сейчас, естественно, депутаты либо будут ее принимать, либо нет. Что в такой ситуации? Я знаю, вы же были в нашем городе вот эти два предыдущих дня, когда был страшный. Говорят, вот в чем проблема? Почему, ну как там, шутят опять, опять коммунальщики забыли, что пришла зима? Или это вообще непредсказуемая вещь? Зима приходит неожиданно. Неожиданно, да. Для коммунальщиков точно. Ну, на самом деле, бытие, как бы оно такое. Мы не ожидали, что будут, что происходило, давайте так посмотрим в разрезе. Ледовый дождь был. Ледовый дождь, по факту. То есть, мы убирали, и тут же замерзало. Мы убирали, тут же замерзало. Подготовиться к погодным условиям, ну, достаточно сложно подобного рода. Мы использовали 12 тонн песко-солевой смеси за два дня, посылутищу, посыпая только дорожки. И, ну, с учетом расхода 36 тонн на весь период зимы, ну, это много. Это много. Люди работали в режиме с шести и до пяти, до шести вечера. Ну, не хватает рук. Большие территории. Большие территории придворовые. А нужно одновременно и везде. Да. А нужно одновременно и везде для того, чтобы победить. И то, есть вопрос, опять же, если дождь не прекращается, сможем ли мы это победить. Ну, на сегодняшний день я провел инспекцию по городу. Могу вас уверить в том, что все пешеходные дорожки, абсолютно все, они прочищены, посыпаны, обработаны. В какой-то степени помогла и погода сейчас плюсовая. Поэтому оно как бы... Сейчас бы все убрать, чтобы до следующего... Здесь, опять же, есть вопрос. Больших территорий, отсутствие техники, отсутствие людей на этой технике. Делаем все, что можем, могу сказать так. Плюс погода весьма обманчива, потому что сейчас плюсовая температура. Вечером опять будет ноль или минус один, и мы опять столкнемся с этим. Но люди будут работать и на выходные в том числе. То есть, мы не бросим эту ситуацию. Будем как бы максимально прилагать все усилия, чтобы ее решить. Вечная проблема в Славутиче, когда центральные дороги, вот особенно... У нас тема гололеда, она, наверное, все-таки основная. Хотя она вроде бы как, ну, по прогнозам уходит. Но я думаю, что он еще вернется в декабре или там в январе или когда-то. Но чтобы был опыт, чтобы люди понимали, о чем идет речь и готовы ли вы. У нас убираются центральные дороги. Но, к сожалению, проблема вот внутри дворовых. Я понимаю, что это в какой-то степени, ну, насколько я знаю, это не придомовая территория. Этим должна заниматься служба специальная, которая убирает дороги все. Вот в чем проблема? Опять возвращаемся к тому же, мало единиц техники УКПД. Договор заключен. Это их территория. Вот есть, опять же, у них карты уборок, графики уборок. Все это есть. Это все работает. И они работают. Но на сегодняшний день на один трактор, вернее, на два трактора один тракторист. То есть, вот понимаете, какая ситуация. Плюс очень усложняют уборку припаркованные автомобили, брошенные. Человек уехал на работу, мы понимаем, что он там месяц находится где-то на вахте, автомобиль стоит. Большим трактором не заехать, а приобрести малый трактор для этих целей. Опять-таки, мы упираемся в экономику. Мы должны понимать следующее, что лето-зимой стоит денег. Ну, и в принципе, любая качественная услуга, она чего-то стоит. То есть, если будет желание у депутатов, у коммунальщиков это желание есть, приобретать и расширяться, то мы это будем делать. Мы сейчас рассматриваем вопрос приобретения квадроцикла для подобных вещей. Да, рассматриваем вопрос приобретения маленького как раз-таки трактора, вот что-то такого маленького-маленького размера, формата, который позволит как раз-таки выполнять. Ну, я помню, что мы снимали лет пять назад, было трех или четырех вот таких вот маленьких тракторов, которые там на площади транслировали, как они выбрасывают снег, или их сейчас просто нет? Я думаю, что техническое состояние еще. А уже? Да, то есть, и плюс опять же руки. Вы можете сейчас обратиться к словучанам, вот что бы вы им рекомендовали, вот я понимаю, бичи автотранспорта и летом, но зимой особенно сложно. Вот может быть, все-таки рекомендовать им отправить свои машины в гаражи, пока вы ими не пользуются, тем более, что многие не пользуются зимой, при таком гололёте особо не поездишь. Я бы обратился с просьбой относиться к труду всех с уважением с должным, не парковаться там, где выкатываются контейнера. Ну, вот вы представляете, да, то есть масса контейнера там 300-400 килограмм. Мы недавно снимали сюжет, когда он объезжал прямо... Да, и дворнику нужно как бы обкатить этот ряд машин, не повредить, не парковаться на зелёных зонах. Я понимаю, что существуют определённые сложности, но давайте их сообща каким-то образом решать. Достаточно пустых территорий, может имеет смысл поднять этот вопрос, вынесенный в оконком организации каких-то общественных парковок. Но нужно понимать, что любой брошенный автомобиль, он приводит вот к таким вещам. Особенно в зимний период, когда его не объедешь, а большим транспортом. Хорошо. И традиционный вопрос, вы из Чернигова, вы, наверное, будете Чернигов сюда привозить, а вот своих специалистов притягивать, да, и случайно будут лишаться рабочих мест. Или у вас другая тенденция? У меня другая тенденция. Я хочу сохранить максимально коллектив, который есть. Мало того, после Нового года мы расширяем штат дворников, в связи с этим приглашаем всех на работу. Будем стараться повышать заработные платы. Ну и, естественно, специалистов, их не хватает. И узкопрофильных специалистов мы приглашаем, и уже один такой у нас пришёл. Это Василий Иванович Кошельник, это бывший главный инженер КП «Зеленбуд» Чернигово. Тот, который, собственно, создавал эту всю красоту в виде клумб, деревьев, и всё. Он на сегодняшний день уже работник КП ЖКЦ, и уже приложил свои руки в виде там полутора тысяч высаженных тюльпанов, которые зацветут весной, и мы увидим эту всю прекрасную композицию. В принципе, наверное, для знакомства, дорогие телезрители, это достаточно. Сергей Михайлович, новый директор ЖКЦ. Мы благодарим его за беседу. Ваше пожелание славучанам, ещё раз. Что нужно, чтобы вот то, с чего мы начинали, чтобы вот наладить взаимоотношения, меньше было вот воплей в интернете о том, что там дворники опять, ну и так далее. Коммуникация. Я всегда открыт к коммуникации. Приходите, будем общаться. Я надеюсь, что всё-таки колл-центр с нового года заработает уже в новом режиме, и тогда эта проблема, ну, она уйдёт на какое-то, постепенно уйдёт, совершенно верно. То есть, мы к этому уйдём. Пожелание, пожелание вовремя оплачивать коммунальные услуги. Процент платежей крайне низкий. И это печально, это печально. То есть, если в Чернигове процент платежей от 92 до 98, до 100%, то в Слаутище от 72 и максимально 92. Хотя, я могу сказать по своему опыту, коммунальная плата лично у меня 5,50 за метр квадратный в городе Чернигов. То есть, здесь расценки ниже, уровень дохода немножко выше. А до уровня дохода выше. А результат парадокс в том, что платят меньше. Да, парадокс в этом есть. Есть дома, на которых до 600 тысяч долгов. Понятно. И вот с этим приходится... А что вы будете делать с должниками? Как поступать с должниками? Ведется претензионная работа. Но вы понимаете, мы в рамках законодательства существующего, ну, у нас мы связаны по рукам. Мы передаем, мы выиграем суд, да, передаем в выканавшую службу и дальше, по сути, ждем результат. А там же было какое-то решение о том, что уже не обязательно ждать решения работы исполнительной службы, а они уже могут снимать со счетов существующих у должника. Да, через проваджение в выканавшую напись с частным юристом. Но стоимость выканавшего написа сама, то есть юридическая услуга, она стоит там от 3 тысяч гривен за напис. То есть тогда долг человека должен составить там 5 тысяч. А это уже критично при оплате в 300 гривен в месяц. Понимаете? То есть приходится все равно собирать комплектом и подавать комплектами. Для того, чтобы минимизировать свои затраты. Спасибо. Если будут проблемы, обращайтесь. Мы с телезрителями, я думаю, на короткой ноге. Они смотрят наши программы. И если что-то вам нужно будет сказать, приходите. Спасибо большое. Вы тоже не забывайте о нас. Хорошо. Итак, это был новый директор ЖКЦ Сергей Михайлович. Я думаю, что вы получили массу положительных и вообще массу информационных условий. И наконец-то мы поняли, что дворники не спят. Просто так сложились обстоятельства именно в этом году. Говорю, действительно напал на нас. И не только не нас, и на Чернигов. Я видел кадры в Чернигове. Там тоже было не весело. Спасибо. До свидания. До новых встреч. До свидания.